Hello, привет, друзья! С вами Елена Викторовна. Мы работаем над своим средним уровнем английского intermediate, и для этого мы, юнит за юнитом, проходим грамматику English Grammar in Use. Если вы до сих пор не подписались на мой канал, сделайте это прямо сейчас. А теперь мы переходим к юниту 21, в котором мы рассмотрим простое будущее время, future simple, а также дополнительные значения, которые передают вспомогательные глаголы will и shall для будущего времени. Для начала мы с вами определимся, что в английском языке есть, по сути, две большие ситуации, когда мы говорим о планах на будущее. Первую ситуацию, когда у нас запланированное действие, мы это точно сделаем, когда оно есть в календаре, в расписании и так далее. Мы используем, как вы помните, из прошлого юнита, либо форму present continuous, либо даже форму present simple. Но вот что случается, когда в момент речи мы решаем что-то сделать, именно в этой ситуации мы используем то, что называется future simple, которое состоит из таких элементов, как вспомогательный глагол will, а следующий за ним идет смысловой глагол. То есть, когда мы вдруг решили, мы говорим об этом, вдруг к нам пришло решение, а не сделать ли мне что-то? Я это сделаю. Именно в этом случае мы используем future simple. Например, мы говорим Ой, я дверь забыла закрыть. Я пойду и закрою ее. I'll go и I'll shut. Это и есть наше будущее время. LL – это сокращение от слова will. То есть, решение о том, что надо закрыть дверь, мы приняли незаблаговременно, нам не нужно для этого какое-то расписание или план. Это просто спонтанное решение, спонтанное желание что-либо сделать. Еще пример. Что бы вы хотели выпить? Я думаю, что я выпью апельсиновый сок. I'll have – я выпью. Did you phone Lucy? Oh no, I forgot. I'll phone her tomorrow. Ты уже звонила Люсе? Ой, нет, я забыла. Я и завтра позвоню. То есть, как видите, future simple – will плюс глагол в начальной форме – эта форма говорит нам о том, что мы вдруг решили сделать. То есть, я это сделаю, решение принято сейчас. Самое главное – это не план, не запланированное что-то, не расписание. В этой ситуации, конечно же, мы уже не можем использовать ни present simple, ни present continuous. Например, в таком варианте, как I'll go and shut the door, мы не можем сказать I go and shut. Мы должны добавить вот это look или will, если без сокращений. Очень часто в такие минуты спонтанных решений мы обогащаем нашу речь вставными словами. Например, I think или I don't think. I think I'll do it – думаю, я это сделаю. Или I don't think I'll do it – я не думаю, что я это сделаю. Вот как в примерах ниже. I feel a bit hungry – I think I'll have something to eat. Я что-то голоден. Думаю, что я съем что-нибудь. Я возьму что-нибудь поесть. I think I'll – думаю, я это сделаю. I'll have – это сокращение – I will have. I don't think I'll go tonight. I'm too tired. Не думаю, что я куда-то сегодня пойду. Я очень устал. I don't think I'll go. Вот оно, наше будущее время – I'll go, которое идет в связке с I don't think. В разговорной речи will not очень часто сокращается до won't. Ну, кстати, не только в разговорной, а на письме, честно говоря, тоже. Поэтому, если вы увидите такое слово, как won't, не пугайтесь. Это всего лишь will not в сокращении. То есть, почему-то не win't – сокращение, а won't. Не знаю, почему. Это надо спросить у англичан, но, мне кажется, они тоже не ответят на этот вопрос. И наш пример. I can see you're busy, so I won't stay long. Ну, я вижу, ты тут занят, я не буду долго сидеть у тебя. I won't stay – это то же самое, что I will not stay. Won't – это will not. Как мы уже говорили, не стоит использовать форму will и глагол в начальной форме для того, чтобы говорить о том, что вы уже решили это заранее. То есть, заранее принято решение, составлен план. Для этого у нас есть другие формы, и о них мы очень подробно говорили в юнитах 19 и 20. Если вы до сих пор их не посмотрели, срочно смотреть, потому что для наших русскоговорящих людей почему-то все планы на будущее, все превращается вот в эту форму. Will do, will go, will like. Но для англоговорящих людей очень важен момент, как мы с вами знаем. Поэтому, если вы говорите, что в следующее воскресенье вы едете на отдых, это план, вы не говорите об этом, как I will go on holiday next Saturday. Вы скажете об этом в форме continuous. I am going on holiday next Saturday. Или, например, если вы спрашиваете человека, работает ли он завтра, то есть, если у него это дело в планах, конечно, вы не скажете об этом, как will you work tomorrow. Вы скажете, are you working tomorrow? По крайней мере, так скажут все англоговорящие люди, а мы должны от них не отставать и пользоваться их речью правильно. Теперь давайте поговорим о дополнительных значениях, которые несет вспомогательный глагол will. Очень часто он выступает так же, как модальный глагол. Если вы не знаете, что такое модальные глаголы, посмотрите, пожалуйста, мой урок с примерами 11 модальных глаголов, самых популярных модальных глаголов. Ссылку вы видите на экране. Итак, когда will является модальным глаголом, то есть, он уже говорит не о будущем времени, а несет какие-то характерные оттенки смысла, он может использоваться в таких значениях, как мы предлагаем что-то сделать. Например, that bag looks heavy. I'll help you with it. Кажется, сумка тяжелая. Я помогу тебе. То есть, здесь мы используем I'll help не только в значении, как я это сделаю, это принятое решение. Нет. Мы также используем will для того, чтобы предложить свои услуги. Не просто мы говорим I'll help, а I'll help. Также, когда мы согласны что-либо сделать, да, я согласен на ваше предложение, мы тоже используем will в значении модального глагола. Например, can you give Tim this book? Sure, I'll give it to him when I see him this afternoon. Ты можешь отдать книжку Тиму? Да, конечно. Я ее дам ему, когда увижусь с ним днем. I'll give – это не просто будущее время, я это сделаю. А L, то есть will, также выражает согласие с предложением. Видите, вопрос-то был задан не в будущем времени, он был задан в настоящем, can здесь привязано к настоящим, а отвечаем мы вроде как в будущем временем, да, но на самом деле will здесь – это не просто будущее, это уже модальный глагол. Также, когда мы что-то обещаем, мы обещаем что-то сделать, мы используем will. Спасибо за то, что деньги одолжил. Я заплачу тебе в пятницу, или я их верну тебе в пятницу. На русский вроде как мы тоже переводим будущим временем, я верну, да, но также мы должны понять здесь, что will несет значение обещания, я обещаю, что я это сделаю. I promise, я обещаю. Второй пример. I won't tell anyone what happened, I promise. Я никому не скажу о том, что случилось. Честное слово, я обещаю. I won't tell, я не скажу. В общем-то, на русский, опять же, переводим в будущем, но также имеем в виду, что англоговорящие люди здесь подразумевают обещание что-либо сделать. Также, когда вы просите кого-то что-то сделать, выражаете вежливую просьбу, то вы скажете, вы зададите свой вопрос, который начинается с глагола will. Will you please turn the stereo down? I'm trying to concentrate. Пожалуйста, выключи стерео, или выключи свой магнитофон. Я тут пытаюсь сконцентрироваться. Will you please turn? Это вежливая просьба. Слово please нам даже дополнительно об этом намекает. Если вы хотите вежливо попросить человека выполнить то, что вы хотите, обязательно начинайте вопрос со словом will. Здесь will уже и близко не переводится будущим временем. Это чистой воды модальный глагол, который выражает вежливую просьбу. Will you do it? Will you help me? Will you come to me? И так далее. Также мы можем использовать форму won't, чтобы сказать, что кто-то отказывается делать то, что мы просим. I've tried to give her advice, but she won't listen. Я пытался дать ей совет, но она не слушала. Смотрите, как интересно. В этой ситуации won't мы даже не настоящим временем переводим. Мы его переводим уже прошлым. Она не слушала. Но для англоговорящих людей всё в порядке, потому что won't здесь выражает отказ от нашей просьбы. Отказ от того, что мы хотим, чтобы человек сделал. The car won't start. Машина не заводится. Здесь мы переводим предложение настоящим временем. И используем won't в значении она, то есть машина, да, она отказывается заводиться. Для англоговорящих людей действительно так. Машина отказывается заводиться, хотя я от неё это хочу. The car won't start. Запомните это предложение и этот пример. Теперь подробно остановимся на вспомогательном глаголе shall. Многие из вас знают, что в будущее время future simple это же как бы два глагола will и shall. Shall используется с I и we, а will со всеми остальными временами. Потом выясняется, что оказывается will тоже можно использовать с I и с we. А где же shall? Да, ведь его в старых грамматиках так тщательно проходит и заставляет нас запоминать, что I shall, but you will. Друзья мои, shall уже очень-очень много лет не используется в значении будущего времени. Это архаизм, то есть что-то, что когда-то было правильным, сейчас это не работает. В наше время shall используется только в значении модального глагола. И вот какие значения оно выражает. Во-первых, shall почти всегда используется в вопросах. Shall I, shall we, обратите внимание, оно используется опять же с I и с we. Мы используем эти формы для того, чтобы спросить чье-то мнение. Особенно, если мы хотим спросить совет человека, его рекомендацию. Например, shall I open the window? Не открыть окно. Но shall здесь выражает такое значение, как как ты считаешь, нужно ли мне открыть окно? То есть, если я нахожусь в комнате с посторонним человеком, я хочу узнать его мнение, надо мне это делать или нет? Как он считает? Я спрошу об этом так. Shall I open the window? Не открыть окно? Или, например, I've got no money. What shall I do? Мне денег нет. Как ты думаешь, что мне делать? What shall I do? Это shall можем на русский перевести как Как ты считаешь? Как ты думаешь? Какое твое мнение? То есть, целое дополнительное предложение, которое ёмко спряталось в вспомогательном глаголе shall. Shall we go? Just a minute. I'm not ready yet. Ну что, пойдём уже? Подожди секунду, я ещё не готов. Опять же, вопрос адресован к кому-то другому. И каждый раз shall подразумевает мнение вашего собеседника. Where shall we go this evening? Ну что, куда мы пойдём вечером? Девушка скучает, хочет, чтобы парень её развеселил. И спрашивает, ну что, куда мы пойдём? То есть, она своё мнение вообще никак не выражает. Она рассчитывает, что он сейчас, уставший после работы, придёт и начнёт ей придумывать культ программы. Очень часто такое бывает. Ну, я взяла это как пример, который очень хорошо иллюстрирует данный вопрос. Where shall we go? Давайте теперь сравним, чем же отличаются вопросы, которые начинаются с shall I и will you. Shall, опять же, обратите внимание, относятся только к I и к we. Shall I shut the door? Мне закрыть дверь. То есть, я интересуюсь мнением другого человека. Как ты думаешь, закрыть мне дверь или нет? Это не моё желание. Will you shut the door? А здесь это просто вежливая просьба к другому человеку. Ты закроешь дверь? Я хочу, чтобы ты закрыл дверь. Моё мнение адресовано к тебе. Я думаю, дорогие друзья, если добавить чуть-чуть практики, то вы без труда запомните все эти примеры. Самое главное, обязательно, всё, что у вас нового пришло к вам на этом уроке, всё, что вас удивило, сделайте свои собственные примеры по этим предложениям, по этим ситуациям. И именно за счёт знания того, в какой ситуации, какую форму глагола употребить, вы начинаете владеть английской грамматикой. Если вы в этом путаетесь, то у вас проблема с английской грамматикой. Мы с вами уже занимаемся грамматикой уровня intermediate. Мы не рассматриваем базовые простые ситуации. Мы разбираемся в нюансах и особенностях английского языка. И знать это очень-очень полезно, если вы хотите совершенствовать ваш уровень английского и иметь свободный разговорный уровень без каких-то тормозов и misunderstandings, непонимания собеседника. А теперь давайте подведём небольшой итог тому, что мы узнали. Кстати, друзья, если вы действительно узнали многое, если вам полезен этот урок, не стесняйтесь, жмите кнопочку «Мне нравится» под этим видео. Оставляйте свои комментарии, свои примеры. Если вам что-то непонятно, тоже пишите об этом в комментариях. Если вам что-то не понравилось, тоже пишите об этом в комментариях. Важно получить от вас обратную связь. А теперь подводим итог. Будущее время английского языка, future simple, которое, в общем-то, соотносится с будущим временем в русском языке, для англоязычных людей означает вот что. Это решение, которое принято в момент речи. То есть, спонтанно принятое решение. Это не план без расписания, без сроков. Ничего такого здесь нет. В момент речи мы хотим что-то сделать и говорим об этом. Используя такую схему, как I will do. Я это сделаю. Я решил это сделать. You will do. Ты это сделаешь, потому что ты сейчас решил это сделать. Отрицательная форма I will not сокращается до I won't. То есть, will not – это won't. Если мы составляем вопрос в будущем времени, то по правилам английского языка вспомогательный глагол выходит на место перед подлежащим. То есть, will и подлежащие меняются местами. Например, I will – это утверждение, will I – это уже вопрос. Также мы с вами узнали много чего интересного о дополнительных смыслах вспомогательного глагола will. Обычно он обозначает вежливую просьбу. Также у нас есть вспомогательный глагол shall, который не означает будущего времени в современной английской грамматике. Никогда не используйте shall в значении будущего. Вас никто не поймет. Я подумаю, что вы разговариваете как старая английская леди, а не как нормальный современный человек, который знает современный английский язык. Но вы можете использовать shall, во-первых, только с подлежащим I и we, а во-вторых, в значении, когда вы спрашиваете согласие своего собеседника. Это очень важная информация. Запомните это, потренируйтесь составлять свои собственные примеры. Ждите новых уроков по английской грамматике от меня, Елены Викторовны, мой ник Елена Вогни. Рекомендуйте мой канал знакомым, друзьям, подписывайтесь, потому что будет ещё больше новых интересных уроков, которые я делаю для вас совершенно бесплатно. Моя цель, чтобы вы знали английский язык, не тормозили, не путались, потому что современный человек обязан знать английский язык, как минимум, на хорошем интермедиат уровне. До встречи в следующих уроках. Goodbye!